А на сцену мы приглашаем человека, который нас сейчас очень удивит. Прежде всего, жанром. Это единственный человек, который будет выступать сегодня. С прозой привыкаем, ознакомимся. Харпи отзывается на харп, пишет абсурд, фантастику, думает, что попробовать хоррор. Ну, в общем, все, в удивлении нас. Поддержим, поддержим, поддержим. Харпер Кастл! Здравствуйте. Привет! О, круто, спасибо большое. Да, я читаю прозу. Читаю не первый раз, но конкретно здесь первый. Начну с последнего и очень нового. Единственное, чем это произведение связано с осенним упострением, тем, что оно было написано в последний день лета. Ия. Девочка Ия с перетянутыми эластичными бинтами-лодыжками. Она вечно подворачивает ноги. Правую и левую по очереди. Но начинает всегда с правой. Голосе! Все потому, что Земля круглая. Микрофон надо просто читать. И чуть ближе. И вот так вот. Да, да, да. Отлично. Все потому, что Земля круглая. Удержать равновесие? Сложно, жалобно тянет Ия. Планета душно вздыхает и становится чуть площадь, чтобы Ия могла устоять. Я и сама могу справиться, упрямо бормочет девочкой, потирая ладони и хмуря светлые брови. Земля разгоняется, будто назло, желая проучить неуемную упрямицу. И та снова падает. Мир качается. Ия недовольно потирает легонько ушибленную макушку. Земля торжествует. Девочка вновь перебутала небо с почвой. Ива! Шепчет она, надеясь, что брат по обыкновению прибежит на помощь. Ива старший, потому он должен быть рядом и приглядывать за сестрой. Ива носит подмышки черный портфель и зернистой кожи. Портфель он кладет на землю рядом с Ия, когда присаживается на корточке, протягивая сестренке широкую мозольскую ладонь. Ива образцовый старший брат. Он главный в семье, состоящий из них двоих. Ты снова спорила с землей, с легким укором и теплой нежностью, спрашивает он, покачивая головой. Ива знает ответ. Ия неугомонна. Она щурится, морщит веснушечный нос, слегка улыбается самыми уголками пухлых губ. Брат печально вглядывается во глаза маленькой бестии. В них блестит бесконечность. Плещутся океаны вечности. Ива не может сдержать вздох. Сестра Ретилов скидывает подбородок. Я больше земли. Уверенная даже с угрозой произносит она. Он с тревогой качает головой. Он знает, что его не зря нарекли хранителем вселенной. Он трепетно относится к этой миссии и действительно любит свою сестру. Я хочу, чтобы ты была осторожна только и всего. В его глазах отражаются сотни планет, когда он склоняет голову на бок, касаясь ладонью щеки девочки. Ия счастлива с Ива. Когда Ия счастлива, в мире все в порядке. Брат с беспокойством поглядывает на нее и ждет тот день, когда она вырастет и впервые разродится новой галактикой. Ну и прибавится же мне хлопот, неразборчиво шепчет он. Ия пронзает его насквозь светом, блющимся из глаз. Она чует его и знает каждую мысленную зусть. Она знает весь мир и держит его двумя пальцами. Смотрит через него, будто сквозь стеклышко. Ты все боишься и боишься, глупенький. Звонко смеется Ия. Хватает брата за плечи и целует в нос. Тот отшатывается и вытирает рукавом пиджака влажный след. Что за девчачьи нежности? Ворчит, едва сдерживая улыбку. Краснеет от широкой шеи до макушки. Его уши горят, а сестра довольно улыбается. Нас ждут лучшие каникулы. Вот увидишь, довольно заявляет она и попавляет в свежий пинк на лодыжке.